Получив в Саранске счет за жилищно-коммунальные услуги, Жерар Дюпардье вновь принял французское гражданство. Такие шутки гуляют в интернет-пространстве. Для решения проблем, связанных с ЖКХ, предлагаются все новые и новые механизмы. Одним из них должен стать интернет-портал, единое информационное пространство отрасли. Результаты его работы обсудили за круглым столом с депутатом Госдумы Аленой Оршиновой. Информацию о своей работе на интернет-портале размещают в основном управляющие компании и товарищество собственников жилья. Прозрачность расчетов, одна из главных целей создания системы, фактически достигнута, считают разработчики. Мы можем увидеть по каждому отдельному взятому дому сумму начислений ресурсно-обращающими организациями, начислений управляющих компаний населению, платежей населения и какая сумма пошла ресурсно-обращающими организациями. В этом случае мы можем оперативно вмешаться в эти процессы, процессы, когда некоторые управляющие компании позволяют себе, значит, несколько, будем говорить так, вот, хулиганить. Хулиганов и нарушителей наказывают, причем довольно активно. Так, по словам главного жилищного инспектора Ивана Никитина, с момента запуска портала 40 руководителей были привлечены к административной ответственности. Административная ответственность именно за ненадлежащее исполнение требований именно в этой части законодательства предусмотрена очень суровая административная ответственность. Что касается должностных лиц, это от 30 до 50 тысяч рублей за одно только нарушение. Но, похоже, для большинства населения взаиморасчеты с управляющими компаниями, так же, как и с ресурсоснабжающими организациями, несмотря на декларируемую прозрачность и доступность, остаются загадкой. Иначе как объяснить возросшее в разы число обращений граждан в ту же жилинспекцию, прокуратуру, общественные приемные? Алена Аршинова перед круглым столом пообщалась с гражданами в приемной Дмитрия Медведева. Жалуются на то, что общедомовые нужды появляются из ниоткуда. То есть начисляется за один месяц 100 рублей, за другой месяц начисляется 80, за третий месяц начисляется 178 рублей. В январской квитанции, мы посмотрели, начислено только за водоотведение, за холодную воду. Уже в февральской начислено там уже несколько показателей. Для них этот механизм формирования данного счета абсолютно непрозрачный, точно так же, как и для меня. Причин неразберихи с начислением и оплатой общедомовых нужд предостаточно, поясняют депутату собравшиеся. От изношенных коммуникаций до ошибок в расчетах управляющих компаний. Но и федеральные чиновники и депутаты той же Госдумы своими решениями не помогают, а зачастую лишь усугубляют аховую ситуацию в жилкомхозе. Так пресловутое постановление номер 354, по которому расчеты ОДН производятся в зависимости от занимаемой площади, до сих пор вызывают бурю негодования и непонимания граждан. Так же, как и весьма неоднозначные формулы расчета общедомовых нужд, спущенные из Москвы и замороженные в ряде субъектов решениями местных парламентов и первых лиц. Пока главными пользователями портала, похоже, остаются структуры по долгу службы, связанные с ЖКХ. Но разработчики планируют создавать и продвигать линейки, привлекательные для населения. Создать сервис личный кабинет, который позволит гражданам контролировать онлайн свои лицевые счета и проводить оплату через интернет. Валентина Поливцева, Виктор Степанов, Вести Чебоксар.